и снова добрый день дорогие мои с вами как всегда алкабард и конечно же мы будем что-то пить а заодно об этом и поговорим говорить мы будем об одной из банальнейших водок которую почему-то все превозносят сумасшедшим образом честно говоря абсолютно не понимаю за что и попытаюсь в очередной раз в этом убедиться и поэтому чтобы долго так сказать не тянуть это будет у нас абсолют ну я думаю все такую бутылку видели вопросов ни у кого возникать не должно шведская водка которая непостижимым образом где-то с конца 20 века начала очень быстро распространяться по всему миру и некоторые даже считают эталоном прости господи водяры но это мы еще посмотрим ладно пункт 1 как ее открыть она реально сделана в лучших традициях белорусского дешевого плодово-ягодного где просто не за что зацепиться или же она заклеена акцизом и я зря гоню но мне нужен для этого ножик ребятушки ножик мне нужен вот он мой любименький вот и мы как-то это все-таки сможем сделать но это пока еще не точно что я вам могу сказать еще про абсолют из вещей которые с одной стороны приятны для этого производителя с другой не очень понимаете абсолют входит в тройку мировых производителей по объемам вообще глобально я не помню точно но это бакарди вроде бы смирнов и абсолют вот это три нифига себе опять он три производителя которые берут объемом и я лично я считаю что когда берется объемом то качество по-любому снизится теперь переходим к тому вопросу которые мне очень часто задавали потому что на абсолюте написано спирт высшей очистки а почему они делают на таком говенном спирте значит это немножко не так европейские стандарты отличаются от российских гостов от белорусских от украинских если у нас есть четкое деление спирт высшей очистки спирт экстра спирт люкс альфа и так далее у них есть премиум грейн там high quality спирит все-все капец по стандартам их вот этот спирт высшей очистки high quality там и так далее и тому подобное это аналог нашего обычного люкса а делается сейчас все все равно на зерне но некоторые продолжают считать что из китайского дерьма пьют морщатся и плачут но я вам честно скажу все из зерна ладно ну пахнет водкой но кстати абсолют одна из немногих водок где в составе не прописаны никакие добавки всякие смягчители вкуса антиокислители и так далее и тому подобное здесь четко прописано спирт вода больше нифига ну за шведов поехали пахнет там мягко конечно знаете ли есть такая вещь водку можно определять качество водки потому хочется ли закусить первую рюмку вот такой рейку закусывать первого не хочется не хочется закусывать онегина из белорусских не хочется закусывать первого всеслава чародея например в данном случае мне очень хочется закусить и причем прямо сейчас поэтому наливаем вторую и наверное уже с закуской подумаем что это такое вообще честно говоря я совершенно не понимаю людей которые за это отдают деньги в два раза превышающие стоимость любой нормальной например российской водки потому что честно говоря я бы не сказал что здесь какой-то сумасшедший вкус качество наслаждения здесь этого всеобщему то нет это обычная нормальная водка я гляжу и вслед ничего в ней нет примерно как то так но вообще знаю что большинство людей абсолют и финляндию считают какими-то эталонными водярами мне этих людей искренне жалко они просто по тратят свои деньги хрен знает куда поэтому наверное кусочек сыра и третья которая за трезвость да не нормальная водка я конечно тут гоню нормальная водка это уровень нормального минскристалла обычного это уровень сибро в белорусских это уровень наверное пяти озер из украинской это уровень хортица и немирова но за что здесь деньги отдавать честно говоря я пока все равно не понимаю но бутылочка вот бутылочка у них прикольным насколько я знаю по истории когда они изобретали дизайн для бутылки этот дизайн слизом с аптекарской бутылочки они решили что-то очень по-шведски именно такая форма и вот и и собственно и взяли а изначально до аптекарская бутылочка выглядела именно так с которой они срисовали эту поехали за трезвость не чокаюсь так короче маленький перерыв и я возьму то с чем я это буду сравнивать потому что похоже что абсолютно реально требует сравнения хотя мне очень тяжело наверное будет найти потому что у меня нету водок именно этой ценовой категории есть дороже есть дешевле ну как не намного дороже не намного дешевле поэтому кусочек мяска и сейчас вернусь и так шоу продолжается мной для сравнения были выбраны чистые россы которая по-любому выиграет и гадалки не ходи но правда чистые россы и стоят как бы подороже архангельская которая многим не нравится некоторые с нее аж пищат ну я например отношусь ко вторым или белорусская житница потому что что-то давно у меня ничего белорусского не было которая сюда попала абсолютно случайно хотя бы потому что она тоже из недопитых и во-вторых потому что в данном случае это самый дешевый вариант просто соответственно рюмочки и абсолютно из этой пили вот сюда его и нальем и в общем-то наливаю все я вижу часто вот эти комментарии на ю тубе когда мне говорят что это абсолютно нечестно ты должен был делать слепой тест и так далее и тому подобное что самая лучшая дегустация это вслепую я с вами полностью согласен вопрос том что никто из вас мне все равно не поверит что я не знаю где что налито все равно вы обязательно скажете что те там жена подменивает или кто-нибудь еще или у тебя бумажка под ногами с надписью что там где поэтому делать это я не вижу никакого смысла слепые тесты у меня были на канале есть плейлист субботние вечера с алкобардом отдельный кому надо так вот они 4 водочки на тех куда нибудь вот так чтобы они меньше не раздражали сильно вот они все вчетвером и вот они все вчетвером здесь пункт 1 запах так чистые росы с абсолютом вырываются вперед второе место будет архангельская последнее место в данном случае житница а вот чистые росы или абсолют чистые росы потому что она наверное чуть мягче она именно по запаху чуть мягче и во вторых опять же несколько нелепое сравнение чистые росы на альфе водки на альфе пахнут немного не так ладно по чуть-чуть господа начнем серединке с архангельской житница надо хоть сыром перебить чистые росы что и требовалось доказать чистые росы сто процент на первое место вообще просто без вопросов поэтому сейчас наверное мы ее выпьем за то чтобы эта водка держала марку тут абсолютно честно говоря там не стоит поэтому поехали и сейчас вам вкратце расскажу почему я не промываю рецепторы водой что они у меня уже давно атрофированы что мне уже глубочайше все равно что пить и так далее нет ребят еще раз повторяю я уже один раз говорил если вам дают практически одинаковые водки на 1 1 завода там два разных вида которые отличаются одним каким-нибудь там я не знаю например лимонной кислотой чуть-чуть то там да там можно запутаться здесь они все четыре настолько разные что тут перебивая не перебивая они все все равно чувствуется и за это кусочек сыра заодно чуть-чуть поедим на камеру я всегда говорю что я не люблю жрать на камеру но почему-то меня народ так просят закусить значит закусим ни хрена себе капуста в магазине в капустка морковка на кашу понял что она по-корейски но не до такой же степени вот как раз все перебил и все отбил сразу так вот они три наши родные чистые росы первое место все стабильно но дорого но но и за а тем более она 07 так что все нормально так поехали архангельская стала житница и абсолют начнем сейчас абсолютно ну да сейчас закусим и подумаем да житница меня в этот раз немножко опечалила житница реально занимает последнее место но простите и цена ее соответствующие поэтому за эти деньги как говорится сколько она стоит три с половиной доллара почему бы ее не выпить кстати давайте за это тоже за то чтобы дешевая водка тоже хорошо заходила из утра от нее будулов не было его час архангельская или абсолют ну честно говоря конечно я забегу вперед я скажу что скорее всего все-таки абсолют архангельска достаточно своеобразная водка в ней свой интересный привкус какой-то хотя идет она мягко все но абсолют по ощущениям чищен поэтому приступаем к финальной битве финальная битва это у нас сначала будет еще по запаху вы знаете архангельская пахнет мягче вот у нее как это чуть-чуть сладость присутствует что ли вот что-то в этом роде абсолют пахнет как хорошая водка и больше ничего но давайте с архангельской мягко прикольно не печет вот сейчас появилась чуть-чуть жжение но такое же не абсолютно мягенькая нормальная и чуть-чуть вот так вот за них нём и абсолютно да простят меня фанаты абсолюта архангельская второе место абсолют 3 в данном случае поэтому расставляем их согласно нашему графику чистые россы архангельская после них пойдет абсолют после них пойдет жительница в принципе все мной было ожидаемо я предвидел что чистые россы будут на первом месте а жительница на последнем но то что вот архангельская сейчас точнее абсолют пошел жестче архангельской этого я честно не ждал и даже планировал что он второе место свое честно займет короче мой вердикт я вот это убираю и это я тоже убираю потому что я все-таки возьму тот самый конечный бокал про который я говорил что буду пить из конечного бокала временами тихо уход на левачки нету которая дозатор которая там еще что-то вот это хорошо это вам шведы спасибо большое ненавижу я их мой вердикт на данный момент фу вот сейчас я ее налил когда в конечный она резко резко дают хрен пойми чем ну сейчас выветрилось уже веселее короче давайте выпьем за тех кто все-таки покупает абсолютно несмотря на ее цену я не понимаю этих людей может быть это боязнь нарваться на паленку как вариант тогда согласен но брать абсолют из-за того что она лучше как водка нет из-за того что там какой-то специфический вкус нет из-за того что после него не будет буду на тоже нет я вам поясню почему некоторые знают я уже рассказывал на стримах не помню говорил ли это на видео я когда-то гостям наливал белорусскую водку под названием хлебное вино в бутылку из-под белуги гости пили и нахваливали они были просто счастливы они вот так бороли вот это же водка вот в ней же привкус чувствуется она пахнет классно вот умеют же делать не то что наши и ни у кого с утра не было бодуна ни у кого пока я им не сказал что они пили белорусскую кристалловскую водку под названием хлебное вино поэтому убеждение тоже великая штука скорее всего если вам как раз дозатора нету да если вам в бутылку из-под абсолюта какой-нибудь доброжелатель нальет беленькую уж или например те же пять озер ну пять озер может даже получше будет чем абсолют хрен вы почуете разницу никогда в жизни понимаете и давайте за тех которых я не понимаю вот за этих людей которые берут абсолютно абсолютно обыкновенная водка вы знаете абсолют абсолютно непонятно вот и родилось название для видео абсолютно непонятно за что здесь переплачивать ну тогда заключительную тату который мы будем пить за вас дорогие мои за ваши лайки за ваш комментарий за ваш подписки за то что вы ждет следующих видео которые выходят с пугающей периодичностью ой и за то чтобы вы не верили в то что импортная водка может быть лучше своим далеко не всегда так получается честно говорят далеко не всегда и в общем на этом наверное всем и пока